Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Капитальный ремонт. В этом году запланирована реконструкция семи столичных школ. Многофункциональное пространство. Глава Чувашии посетил обновленную библиотеку в Шумерлинском районе. Охрана материнства и детства. В Чувашской республике снизился показатель младенческой смертности. Депутаты Государственного совета Чувашской республики приступили к выполнению задач, озвученных в послании главы республики. В числе первых законопроекты направлены на расширение мер социальной поддержки жителей региона. На первом в этом году заседании депутаты Госсовета утвердили расширенный список тех, кому положена бесплатная юридическая помощь. Ее смогут получить участники долевого строительства, граждане предпенсионного возраста и те, кто пострадал от банкротства банков. Сразу два вопроса казались закона об образовании. В частности, речь о тех, кто выбрал семейное обучение. Депутаты установили дополнительные меры социальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья, если в школе они обучаются, они будут получать бесплатно двухразовое питание. А если они будут обучаться по семейной форме обучения, то они будут получать выплаты социальные. Категорию получателей, условия, порядок и размер компенсации определит кабинет министров Чувашии на одном из заседаний. Все фракции парламента поддержали законопроекты. Фракция КПРФ поддержала все законопроекты, которые сегодня на сессии Государственного совета Чувашской республики были рассмотрены. И полное практически единодушие было всех фракций. Действительно, предлагаемые законопроекты, особенно это законопроект, который позволит детям, которые имеют ограниченные возможности здоровья, они не посещают образовательные учреждения, они получат компенсацию. Дети, которые находятся на реабилитации, которые получают образование дома, они горячим питанием не обеспечены. Их права в данном случае нарушены, потому что деньги одни получают, а горячее питание другие нет. И вот сейчас решили мы вопрос о компенсации именно для этой категории детей. Депутаты рассмотрели изменения в закон о прожиточном минимуме в Чувашской республике. Предполагается, что с 2022 года эта величина будет вычисляться, исходя из средней заработной платы по стране с учетом коэффициента региона. Проектом закона предлагается, что размер величины прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться ежегодно, один раз в год. Ранее ежеквартально. Кабинетом министров Чувашской республики до 15 сентября. Ранее определялось как стоимостное выражение республиканской потребительской корзины. Ну а пока в 2021 году величина прожиточного минимума установлена на уровне второго квартала 2020 года. Все фракции вновь были единодушны и поддержали инициативу. У нас такие требования были, такие законопроекты были ранее предложены. Ну у нас, во-первых, и социальный бюджет. Это связано с бюджетширением. У нас на 70% бюджет социальный. И поэтому мы считаем, что в этой части одно другое дополняет и все получается. Мы поддержали, величина неснижаемая, но опять же есть вопросы, конечно, к потребительской корзине. То есть вот эти вот уменьшения, как это у нас обычно бывает, мяса и добавление туда, так скажем, всяких круп, макаронных изделий, сахара и так далее. Конечно, с этим согласиться нельзя. Рацион должен быть полноценный. Все законопроекты, которые сегодня поддержали депутаты, поручения главы Чувашии, которые озвучены в послании. Так же, как и меры социальной поддержки детям войны. Закон об их статусе и льготах был принят еще в апреле прошлого года. А накануне кабинет министров закрепил порядок возмещения этим гражданам 25% оплаты услуг ЖКХ. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Более двух тысяч молодых людей в прошлом году приняли участие в конкурсах управленческой команды и команда молодых лидеров. Победители включили в кадровый резерв республики. Но, несмотря на все меры, на государственные службы не хватает специалистов. В регионе даже создали совет экспертов по оценке управленческих компетенций при главе Чувашии. Сегодня прошло его первое заседание. В Совете 19 экспертов, специалистов в области оценки профессионалов, ведущих предприятий региона и образовательных организаций. Сейчас они работают над формированием управленческого кадрового резерва, ищут единые подходы в подборе потенциальных госслужащих. В заседание в режиме ВКС принял участие и замначальник управления президента России по вопросам госслужбы и кадров Александр Орехов. Такой посыл, что нам нужны все кадры, которые у нас есть, у всех свои уникальные таланты, не обязательно быть управленцем, возможно быть обычным хорошим специалистом, добросовестно, эффективно выполнять свои служебные обязанности. Александр Орехов отметил важность так называемых социальных лестниц, когда специалисты постепенно, планомерно, шаг за шагом идут на повышение, получая опыт решения практических задач на каждом этапе. В этом году запланирован капитальный ремонт семи столичных школ. Что в первую очередь в них нужно сделать, обсуждают с родителями. Первая встреча состоялась в школе номер 12. У нас очень переполнена школа. Вы будете расширять площадь школы? Вопросов у родительского комитета немало. И хотя здание 1959 года постройки выглядит внешне неплохо, оно явно нуждается в реконструкции. Хотелось бы, чтобы отметили крышу, отремонтировали обязательно, раздевалки, отопление, окна поменяли. Объемы ремонтных работ огромные. Школа была построена по нетипичному проекту. В ней высокие потолки, большие классы и актовый зал. Порядная смертная документация готова, которая прошла государственную экспертизу. Это и коммуникация, это и кровля, это помещение внутри самой школы или детского сада, актовый зал, пищеблок, спортивный зал и другие объекты. Ну и самое главное – классы. Успеть выполнить ремонтные работы в течение трехлетних месяцев вряд ли получится. Было принято решение начать реконструкцию с 1 мая. На это время школьники вновь вернутся к дистанционному обучению. В ближайшие дни состоятся торги, на которых определится подрядчик. Помимо 12-й школы отремонтировать планируют 24-ю, 27-ю, 28-ю, 30-ю, 31-ю и 63-ю. Все они имеют изношенность более 50%. На эти цели с федерального и регионального бюджетов направлено свыше 140 миллионов рублей. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. В районах республики продолжается модернизация библиотек. Они становятся не только пунктом выдачи книг, а еще и местом для семейного отдыха. Глава Чувашия побывал в Шумерлинском районе. На модернизацию сельской библиотеки в Тарханах ушло 5 миллионов рублей. Многофункциональное пространство. Так часто в последнее время называют библиотеки нового поколения. Конечно, в центре внимания по-прежнему книга. Вокруг нее строится весь досуг. Плюс к этому мультимедийное оборудование для обучения и творчества. Она у нас разделена на 5 зон. Есть места для уединения, для хранения фонда, лаунж-зона, где могут семьи, дети отдыхать, смотреть мультфильмы, художественные фильмы, поиграть. Там есть приставка у нас. Очень много молодых мам приходит с малышами. Именно отдыхать, посидеть. Дети не вылезают, уходят некоторые, плачут, не хотят домой. Тарханская сельская библиотека находится в здании культурно-оздоровительного центра имени Валерия Ерды и обслуживает жителей шести населенных пунктов. Сотрудники работают до 7-8 вечера. Посетителей всегда много. У нас район в трех направлениях. Мы называем, вот по трем кустам развивается. Это вот Хадарский куст мы называем, Алгашинский и Кумашкинский. И в планах или в Кумашке, или в Целанчиках тоже такую библиотеку современную, нового поколения заиметь. И в русских Алгашах, где мы планируем в перспективе построить сельский клуб на стоящих посадочных мест, ну и, конечно, иметь там хорошую библиотеку. Интернет. Современное дополнительное оборудование вывело просветительскую миссию библиотек на новый уровень. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Обильные снегопады последних дней осложнили дорожную обстановку. Между тем, уборки магистралей, внутриквартальных дорог и придомовых территорий, как всегда, мешают автомобили, припаркованные под запрещающими знаками. Из-за таких недобросовестных автовладельцев, которые бросают транспорт, где попало, дорожники не могут расчистить проезжую часть и тротуары во дворах и прилегающих территориях. Зимой такие рейды, завершающиеся, как правило, эвакуации брошенного транспорта, проходят постоянно, но нарушений меньше не становится. Работа проводится при участии ГИБДД и сотрудников дирекции гаражного хозяйства города Чебоксары. Работа проводится планомерная. Обычно проводим работу после обилия снегопадов. За январь месяц мы организовали работу 11 раз, в феврале данная работа 6-я. При эвакуации автомобиля сотрудники ГИБДД составляют на владельца машины протокол за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Статья 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. Как следствие, 1500 штрафа. Еще водителю придется заплатить за услуги эвакуатора 1569 рублей. Плюс за пребывание автомобиля на штрафстоянке 69 рублей в час. Владелец транспорта может забрать свой автомобиль, предварительно получив протокол задержания с отметкой сотрудника по Игерскому бульвару 4А. Там находится специализированная стоянка. Дорожной службой сотрудники ГИБДД просят автомобилистов не нарушать правила и не оставлять машины под запрещающими знаками. Из-за неочищенных участков дорог увеличивается количество аварий и несчастных случаев. Ольга Алексеева, Татьяна Трофимова, Дмитрий Салманов, Республика. Прокуратура Чувашской Республики подвела итоги 2020 года. Самый важный результат – увеличилась раскрываемость преступлений. В 2020 году работникам прокуратуры, наряду с привычными вопросами обеспечения правопорядка, пришлось решать и проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Но отметим, основные темы прокурорских проверок с пандемией не были связаны. Пресечено свыше 47 тысяч нарушений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной административной ответственности привлечено почти 15 тысяч виновных лиц. На основании материалов, направленных прокурорами в порядке статьи 37 УПК, возбуждено 165 уголовных дел. Важнейшим направлением остается обеспечение трудовых прав граждан, особенно на своевременное получение заработной платы. В учреждениях здравоохранения проведен перерасчет стимулирующих выплат медицинским работникам. По-прежнему в центре внимания преступность в среде несовершеннолетних, охрана материнства и детства, обеспечение права детей и сирот на получение жилья и другие. Меры, принятые во взаимодействии с правоохранительными органами, позволили контролировать криминогенную обстановку. По итогам 2020 года снизилось количество убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Меньше совершено преступлений в общественных местах. Раскрыты практически все зарегистрированные в 2020 году тяжкие преступления. Общая раскрываемость составила 61%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Кстати, прокуроры, как и сотрудники других правоохранительных органов, предупреждают, будьте осторожны и внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников. Недавно 38-летняя жительница Чебоксар перевела на незнакомый счет свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Так женщина пыталась защититься от незаконных операций с банковской картой, о которой ей сообщили по телефону. На самом же деле гражданку обманули. Ввести в заблуждение аферистам удалось и 29-летнего жителя Алатари. Молодой человек увидел в интернете видео и решил, что ему положена законная компенсация. Подробности в материалах наших коллег из пресс-службы МВД Почуваши. Сайт мошенников насчитал горожанину почти 270 тысяч рублей. Однако, чтобы получить эту сумму, необходимо было оплатить различной комиссии страховки. Я сам понял, когда в очередной раз выпала платежка на этом сайте, уже с большей суммой за непонятное какое-то действие со стороны этих лиц, я уже прекратил передавать им деньги. Однако было уже поздно. Оплачивая выдуманные расходы, молодой человек лишился свыше 4 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД Почувашской республики напоминает, что фантазия мошенников не имеет границ. И они всеми силами пытаются ввести в заблуждение, чтобы вы сами перевели им деньги, либо сообщили реквизиты банковской карты. Поэтому необходимо быть внимательными не только в интернете, но и при общении с незнакомцами. Перед Новым годом были детские пособия разовые. Люди получают компенсации. Пострадавшие от COVID-19, переболевшие этой болезнью, получают компенсацию. Поэтому я поверил мошенникам. В Чувашии снижается заболеваемость COVID-19. В последние сутки диагноз поставлен 79 жителям, 102 вылечились. В республике активно идет вакцинация. На некоторых предприятиях появились свои пункты иммунизации. Быстро, удобно и эффективно. Именно так отзываются работники ЭЛАРы о процедуре прививки в местном пункте. Если первые дни у нас организованно возили работников медицинского университета автобусом, сейчас уже у нас пункт организовали. Людям никуда не надо ездить. Удобно, спокойно. Вакцинация проходит по предварительной записи. Привито уже около 30 человек. В листе ожидания еще 340. В принципе, для меня и для семьи должно быть нормально. Лучше, во всяком случае, потому что у меня никто не болел. И если прививку сделать, я думаю, надеюсь, никто не заболеет. Я с детства не боюсь уколов, поэтому все замечательно, все хорошо. Надеюсь, в дальнейшем все будет так же. В пункт завезли вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК. Она хранится в специальной морозильной камере при температуре минус 26 градусов. Обучают местных медработников сотрудники из ближайших поликлиник. Я сегодня сюда приехала обучать, показывать первый раз, как проводится данная вакцинация. Делиться своим опытом. А так в дальнейшем они сами будут прививать. Не допускается делать прививку во время беременности, а также при острых инфекционных заболеваниях и аллергии на препарат. Человек, который на прививку приходит, осматриваем, противопоказания смотрим. И если нет, нет ли температуры, давление меряем. И если нет противопоказаний, человек прививается. Кроме небольшого временного повышения температуры, у вакцинированных никаких симптомов больше не проявилось. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. По данным Росстата, показатель младенческой смертности в Чувашской Республике за прошлый год самый низкий в стране – 2,1%. Это тенденция последних пяти лет. Какие усилия предпринимают врачи в нашем сюжете? Женские консультации, перинатальные центры, детские поликлиники, профильные стационары. Система детского здравоохранения работает без сбоев. Надо отдать должное. В основном современные мамы следят за своим здоровьем. И к решению родить ребенка относятся весьма ответственно. Ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и занимаются спортом. Не пропускают приемы врача. Обязательное звено – ближе к родам будущая мама проходит патронаж в детской поликлинике. Они знакомятся с врачом-педиатром, который и примет будущего ребенка под свое наблюдение. Проводятся беседы о том, что нужно подготовить к встрече ребенка, какие предметы ухода, какую одежду, как питаться маме, чтобы у ребеночка было все хорошо. Это с одной стороны. А с другой стороны врач-педиатр оценивает течение беременности, состояние здоровья мамы и уже для себя прогнозирует те факторы риска, которые могут возникнуть у будущего ребенка. С рождением ребенка привычный указ жизни меняется. Сон, кормление, прогулки на свежем воздухе – все по расписанию. Но вопросов у родителей все равно немало. Что лучше – собственноручно приготовленная еда или покупная специализированная? Нужно ли давать лекарства, если болит животик? И в каких случаях надо вызывать врача? Тревога – частый спутник молодых семей. Чтобы вовремя принять меры и не допустить осложнений, врачи постоянно проводят консультации и разрабатывают индивидуальную программу для каждой семьи. Было лучше в 10 месяцев вы должны вести уже. Одно кормление должны уже заменить с овощным пюрем. Да. Овощное пюрем у нас включает это кабачок, капуста, морковь, тыкву, брокколи, цветная капуста тоже. Вы сами готовите или покупаете? Сама готовим. Вы сами готовите. Если вы сами туда готовите, туда можете добавлять подсолнечное масло, либо лепку, а у нас на половину чайной ложки. Как только ребенок покидает пределы кроватки и манежа, появляются другие опасения. По статистике, большая часть детских смертей происходит из-за внешних причин. Нам рассказывается о том, что не следует класть ребенка с собой вместе спать, следует убрать острые режущие предметы, лекарства, бытовую химию. Также закрывать окна, балконы, не оставлять горячее в открытом доступе, чтобы ребенок не уронил наследие, отжегся. Там, где ребенок растет в любви и понимании, эксцессов, как правило, не случается. Чего нельзя сказать о неблагополучных семьях. Для них в республике при детских поликлиниках организован социальный патронаж. Задача нашего отделения – это своевременное выявление неблагополучия семей и формирование у подростков ответственного материнства и отцовства. С беременными социальным неблагополучием в нашем отделении работают перинатальный психолог и два специалиста по социальной работе. Такая система создавалась десятилетиями. Именно ее эффективность и подтверждена статистическими данными. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Лучшие в своих профессиях снова посоревнуются в мастерстве. 15 февраля начнется региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Как он пройдет на этот раз, знает Юлия Важенина. 80 стран, 500 чемпионатов и более 100 тысяч участников. Движение WorldSkills каждым годом набирает обороты по всему миру. Чувашия не исключение. В этом году только в нашей республике свое мастерство продемонстрируют более 500 конкурсантов. Из них 100 в направлении JuniorSkills. Это направление в нашей республике мы считаем перспективным. Мы думаем, что именно юниоры могут нам дать дополнительные бонусы. Но здесь есть еще, конечно, более глубокая проблема за счет движения юниора, которое можно решить. Это привлечение наших ребят со школьной скамьи, привитие им интереса к рабочим профессиям, к специальностям. Уже традиционно в Чувашии соревнования проходят и в направлении навыки мудрых для участников 50+. Состязаться будут на 18 площадках на базе техникумов и колледжей в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. Вне конкурса в региональном этапе чемпионата участие примут и представители Татарстана, Самарской области и Санкт-Петербурга. Итоги соревнований мы узнаем уже 20 февраля. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. Уроки мужества давно уже стали частью патриотического воспитания. Без них было бы сложно говорить о преемственности поколений. Такой урок прошел в Красночитайской школе. Он приурочен к 80-летию трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Почетными гостями стали профессиональные военные. В разное время они выбрали путь соужения родине. Флот, авиация, сухопутные войска. У каждого своя биография. Они рассказали ребятам о главном деле своей жизни. О том, как важно иметь хорошее образование, знать языки. Ветераны вооруженных сил поделились самыми яркими воспоминаниями о своей службе. Борьба с международным терроризмом, выполнение интернационального долга, защита своих рубежей, миссии, требующие большого мужества. Я считаю, что это очень важно, чтобы молодежь, дети знали, что прошли наши родители, деды, прадеды. Как наши земляки в годы Великой войны прикладывали все усилия для того, чтобы противостоять врагу. И уже, хотя враг далеко был, но на всякий случай готовили здесь рубеж. И наши земляки проявляли трудовой энтузиазм, героизм. Можно сказать, в таких суровых условиях работали. Такие уроки в школе уже давняя традиция. Я обучаюсь 10 лет, и все 10 лет, каждый год у нас были именно мероприятия, посвященные именно вот этому военно-патриотическому воспитанию. То есть это и спортивные соревнования, и некоторые научно-практические конференции. Старшеклассники получили мощный патриотический посыл. Многие из них уже планируют связать свою жизнь с военной службой. У ребят есть огромное желание и поступать в военно-учебные заведения, и большой интерес вызывают у них именно занятия, такими видами, как стрельба, такими видами, как прикладное плавание, такими видами, как огневая подготовка. Особенно нравится ребятам норматив по разборке-сборке автомата Калашникова. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Каменная сказка вновь в Чебоксарах. Выставка-ярмарка эксклюзивных украшений из природного камня ждет всех в столичном центре современного искусства. Гранат, турмалин, яшема, тензанита, метист, опал. Красота, созданная самой природой. От такой россыпи камней глаз не отвести. Коллекция украшений неповторима по дизайну и исполнению. Привет, чебоксары! Несмотря на все сложности, выставочное объединение «Каменная сказка» продолжает работать. Мы привезли даже большую и лучшую коллекцию, чем то, что мы привозили в прошлый раз. Просто потрясающее разнообразие украшений, сувениров, самоцветов, бижутерии, натуральные камни, художественные изделия, авторские работы. Приходите, такого вы еще не видели. Изысканная старина и модный авангард. Любая модница найдет здесь что-то для себя. Сегодня я приобрела бусы из янтаря. Мне очень понравились. Они такие легкие, красивые, греющие такие. Я очень рада. А еще эти медовые по цвету изделия вобрали в себя не только красоту природы, но и ее силу. Дословный перевод слова «дзинтаря» – «с лечебный камень». Всю жизнь янтарем лечились. Это одно из его основных свойств. Плюс еще, конечно, красота. С давних времен он очень сильный защитник, очень сильный оберег. Классика нить элегантных бус из жемчуга. Рядом яркие этнические украшения. В каждом особая энергетика. Авторские изделия невозможно повторить. В основном работаю я с медью. Но также присутствуют металлы такие, как низельбир, мельхиор, латунь. Но основа – это, в принципе, медь. Для вставок я применяю только природные камни. Все дизайны придумываю полностью я от и до. И я стараюсь не повторяться. Каменная сказка – это не только украшения. К примеру, оригинальный светильник отлично подчеркнет ваш интерьер. А рукодельница и мастерица смогут найти для своих будущих поделок нужные материалы. Я здесь отдыхаю душой. Я люблю камни сама. Конечно, на все вкусы. И для детей, и для подруг, и для родственников. А здесь все в одном месте. Все так скомпоновано. Так здорово. Я вообще-то всех приглашаю, чтобы побывали именно здесь, на этой выставке. Эксперт-гиммолог поможет проверить натуральность камней, приобретенных на выставке или из собственной коллекции. Каждый камень – это, по сути, живой организм. Каждый камень – это минерал, и он имеет определенный химический состав, определенные физические свойства. И по этим физическим свойствам, как по диагностическим признакам, можно судить, настоящий камень или нет. Выставка-ярмарка «Каменная сказка» в Чебоксарах гостит до 14 февраля. Успейте порадовать себя и близких. Почувствуйте магию притяжения. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости четверга, 11 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова